7,5 лет в колонии общего режима. Такой срок получила бывший директор ДК «Нефтяник». Напомню, Елена Наймушина вместе со своим заместителем Ильей Соловьевым приобрела для нужд Дома культуры светодиодные краны площадью 121 квадратный метр. Стоимость закупки превышала среднерыночную почти в три раза. Сделку осуществили через подставную фирму. Комплект светодиодного оборудования обошелся бюджету области в сумме более 65 миллионов рублей. При его среднерыночной стоимости 25 миллионов рублей. Разница в стоимости в сумме свыше 39,5 миллионов рублей была похищена Наймушиной, Соловьевым и Рудичем. Суд удовлетворил иск Департамента культуры Тюменской области и взыскал сосужденных всю сумму похищенных средств.